Чао-ка-као, ребята! Всем хай! Теннис education здесь. И сегодня мы что будем делать? Мы будем обсуждать, сравнивать фигурное катание и теннис. Йоу! У нас будет три темы. Три. Первая это штрафы. Какие штрафы есть в фигурном катании, какие штрафы есть в теннисе. Че почем? Не только это, но еще и баллы. Баллы и очки. Так, и что там? Вторая тема была. Календарь. Как выбрать турниры и не облажаться. Как выбрать или не выбрать соревнования. И не облажаться. И третье это как выбрать команду. Команду, да. И отношения в команде. Или, точнее, как устроены отношения в команде и вообще как это все работает в фигурном катании и в теннисе. Как выбрать себе правильную команду и не облажаться. Вообще, как, в принципе, не облажаться ни в какой сфере. Не забывайте подписываться, лайкать и делиться. Делиться, комментировать. Вот. В принципе, можете комментировать, как хотите. Надоело с вами бороться. Пишите, что нравится, не нравится, что хотели бы видеть, не хотели бы видеть. Понравился ли вам прошлый выпуск, понравился ли вам этот выпуск. Вообще, как у вас дела, можете сказать. Пишите, что хотите. Можете, я не знаю, свои любимые фильмы написать, например. Например, да. Вот туда вниз. Все, короче, хватит болтать, погнали. Окей, первая тема. Это, значит, за что штрафуют теннисистов, за что штрафуют фигуристов. Самое интересное. Да, причем, мне кажется, в теннисе больше штрафуют деньгами, в фигурном катании больше штрафуют баллами. Что у нас нечего отбирать. У нас нечего отбирать. Ну что, нас могут оштрафовать вообще за все. Начиная от неспортивного поведения. Раньше можно было штрафовать за коучинг. То есть, когда тебе подсказывает тренер, сейчас это разрешено. То есть, тренер может подсказывать все время. Вы не можете вести беседу, вы не можете разговаривать. Но он может тебе подсказывать все время. Или ты можешь орать. Главное, чтобы он не отличал. Арина Мать. Арина Мать. Вот. Ну, неспортивное поведение, это биение ракеток. Что там? На самом деле, штрафуют в основном только за неспортивное поведение. Также это на корте. Также тебя могут оштрафовать за... Если, например, ты заявился на турнир и поздно с него снялся. И уже использовал два своих бесплатных отказа. Которые после, так называемый, дедлайн. То ты тоже платишь штраф в зависимости от своего рейтинга, в зависимости от категории турнира, с которого ты снялся. Там просто, если честно, очень большие суммы. Например, в прошлом году я снялась с турнира в Токио после дедлайна. У меня уже не было бесплатных отказов. Бесплатных отказов. Бесплатных отказов. Со скидкой. А купоны были? Купонов тоже не было. И так как я была тогда топ-10, на тот момент это был турнир категории 500, я должна была заплатить штраф 7,5 тысяч долларов. Но можно подать апелляцию, бла-бла-бла. И у меня получилось этот штраф снизить в два раза. Но все равно это очень большие деньги, я считаю, за отказ с турнира. То есть это неправильно, мне кажется. Такие деньги. Мне кажется, вообще за это не штраф. Да, вообще, но нет. Ну потому что вы не снимаете, если вы снимаете, то заранее. Нет? Ну прям, чтобы в день в день, только если прям вообще какой-то пипец произошел. И, например, штрафы, которые ты плачешь за неспортивное поведение, они зависят от того, что ты там сказал, на каком корте. Ты это сказал, то есть если это большой стадион с ТВ-трансляцией, то, конечно, тебе штраф сделают больше, чем если ты там что-то крикнул на 28-м корте. Сука, кули, блядь, в полуфинале. Блядь, ебала, свой запрой, иди нахуй. Раньше штрафовали за коучинг, и, причем, в основном, говорил же тренер, а штрафуют игрока. Класс. Да, классно. Это вот то, что я сейчас припоминаю. Вот, и штрафы, ну, действительно большие, например, на Умблдоне, я точно не скажу, сколько, потому что я просто не помню, но вы можете это легко найти в интернете. Например, если ты просто ударишь ракетку об траву, то, по-моему, там 5000 долларов может быть штраф, 5000 фунтов. Вот, просто за то, что ты... Слегка тронул газончик. Да. А что по фигурному катанию? В фигурном катании, ну, вот я говорю, больше штрафуют именно баллами, то есть, начиная с... Или баллами. Начиная, допустим, вот прямо с выхода на лед, у тебя 6-минутная разминка, и там, ну, не важно, какой ты катаешь первый или какой-то, вот разминка закончилась, твое имя объявили, ты выезжаешь. У тебя есть 30 секунд, чтобы встать в начальную позу. Да, потому что, если ты там хоть на секунду опоздал, с тебя, не знаю, мне кажется, балл снимают, вот. Балл. Вот, значит, если ты опоздал встать в начальную позу, с тебя снимают балл. Если, если твоя программа, допустим, музыка не соответствует тому, сколько она должна длиться, то есть, ну, реально бывает такое, что там на несколько секунд, ну, оплошались. Ну, особенно, знаешь, в начале сезона, когда только поставили программу там, и музыка там длиннее или, короче, нужного. То есть, там плюс-минус сколько-то, пару секунд, короче. Но еще бывает, что если ты опоздал в музыку, допустим, закончил позже, чем она остановилась, с тебя тоже снимают балл. Если, ну, понятно, что если во время программы ты падаешь, причем неважно, упал ты с прыжка, там, не знаю, с вращения, просто на ровном месте тоже такое бывает, споткнулся и упал, это минус балл. Если с прыжка упали два партнера в парном катании, да, это минус два балла, вот. Что дальше? А, костюмы, то есть, если у тебя с костюма упал какой-то элемент, там, не знаю, перо, камень, пуговица, да, или, ну, просто какая-то штука на лед упала, это минус балл. А если костюм не соответствует, ну, правилам, то есть, если у тебя слишком оголенный костюм, ну, там, прямо очень откровенный, за это тоже снимают баллы. А вот те, кто колготки сверху на ботинок надевает, если он порвался, это же тоже, да, по-моему, минус балл. Как порвался? Ну, на коньке, знаешь, бывает колготка. Ну, я знаю, да. Да, это тоже минус балл. Нет, это, если он расстегнулся, то нет, то если вот он, ну, не знаю, каким-то образом вообще оторвался, упал на лед, тогда да. Если у тебя просто что-то, ну, знаешь, оторвалось и болтается, да, то окей, если упал на лед, минус балл. А если шнурок развязался? Если шнурок... Как у Тони. Хардинг. Хардинг. Харбор. Если у тебя развязывается шнурок, ты не можешь ехать дальше, и, понятное дело, ты останавливаешься, ну, ты должен подъехать к судьям, сказать им о своей проблеме. И, по-моему, типа тебе дают, я не помню, минуту или что-то такое, чтобы исправить ошибку, и тогда можешь ехать дальше. Если тебе требуется больше, потом уже начинают снимать баллы. Но раньше было так, что за это вообще не снимали баллы, и очень многие мухлевали, и, типа, знаешь, там посреди произвольной программы остановятся такие, типа, ой, у меня там шнурок или еще что-то. Перекатать. Да, не что перекатать, они, типа, отдыхали в это время, там, перевязывали, типа, шнурки, то есть вообще тянули время, и потом такие свеженькие выдохнули и поехали вторую часть, чисто откатали. И, типа, за это не штрафовали, а потом просекли и, типа, стали, ну, давать очень мало времени. И потом можно было, да, ну, короче, очень мало времени, а дальше уже снимают баллы. Еще баллы снимают у танцоров, у них поддержки до плеча, но, то есть там не как в парном катании, ты можешь там кружить, ну, понятное дело, определенное количество оборотов, но по времени тебе там не надо спешить или наоборот. Вот, а у танцоров у них поддержки до плеча, но у них прямо определенное количество секунд, которые должно длиться поддержка. То есть они прямо, партнер там считает в голове, типа, там, раз, два, три, смена. И если, типа, там, они передержали или, наоборот, раньше спустили, с них снимаются баллы. Это в танцах. Ну, естественно, потому что там элементов таких нету, им за что еще, типа, снимать или не снимать баллы? Как его еще оценивать? Иногда танцоры падают. Это редкость, но бывает, да, падают, ну, и снимают где-то. Ты почти что-то, ты вот ходишь и упал. Нет, я понимаю, что нет. Ну, и еще, то есть это такие чисто бальные съемы, но, по-моему, допустим, ты когда сидишь в Kiss and Cry, ты не можешь уйти раньше, ну, вот тебя снимают, ты не можешь уйти, взять просто, когда тебе вздумалось, ты должен сидеть, пока тебе не сказали все. Если ты, там, я не знаю, психанул, ушел раньше, по-моему, это уже денежный какой-то штраф. И еще штрафуют, если у тебя нашивка, там, какого-то спонсора, ну, больше... У нас тоже нельзя на шивке, там, больше каких-то параметров, я не помню точно каких. У нас на баллы, на очки тоже штрафуют. То есть штрафуют и на деньги, и на очки. Класс, да? У нас, нет, я говорю, у нас на деньги, ну, не особо, а вот на очки, ну, много всего, что может забрать у тебя. То есть, смотри, первое предупреждение, это, первое предупреждение, тебя не снимают очко, но уже снимут деньги, там уже решат, сколько. Второе предупреждение, это минус очко и плюс деньги, деньги, короче, всегда аккумулируются. А вот второе очко, это, ой, второе предупреждение, это минус очко, третье предупреждение, это минус гейм, и потом уже дисквалификация. В некоторых случаях может быть дисквалификация типа сразу, ну, это если прям что-то жесткое произошло. Ну, в основном, это если кто-то, там, игрок со злости зафигачил мечом, там, в судью, например, там, или в болт-бое, ну, ты видела несколько таких моментов, вот поэтому. Ну, у нас не в кого за... Коньковный судей? Ну, его еще снять надо, тканек. В фигурном катании еще снимают баллы за запрещенные элементы, то есть... Это какие? Ну, например, сальто. Раньше его можно было делать. Лучше бы сальхов был. Да, ну, короче, раньше сальто, ну, там много разных, но типа сальто, вот запрещенные элементы, если ты его сделаешь, то есть тебя снимут баллы. То есть, ну, ты, в принципе, можешь его сделать, знаешь, там, не знаю, ты его офигенно делаешь, и ты такой, мне пофиг на баллы, я просто хочу добавить там в программу какой-то классный трюк, ты его делаешь, но ты, как бы, понимаешь, что с тебя снимут балл. Это опасно. Раньше же делали. Да, да, да. Раньше некоторые делали, да. Вот. И еще снимают баллы, вот это в основном даже в танцах, а, нет, не в танцах, раньше. То есть, когда музыка, один, танцором можно было, по-моему, всегда катать со словами музыка, а одиночникам, парникам до какого-то момента нужна была только мелодия, то есть нельзя было песни там какие-то со словами. И если кто-то вдруг, знаешь, там тоже такой, блин, я не хочу, мне надоели мелодии, я хочу какую-нибудь классную песню, мне пофиг, что там с меня снимут, но за это снимали балл. Потом стали делаться словами. Ура. Да. Намного лучше. Энергичнее. Ну, прикольно, выбор больше, то есть, потому что даже, ну, обычно выбирали всякую классику, да, там все одну и ту же мелодии чисто, но всем уже надоело. Ну, кто-то брал какие-то популярные песни, но без слов, чисто там вот это вот. Бит. Бит, да, но это тоже, да, минус. Ну, это тоже было так, как ты знаешь, со словами всегда по-другому изучить. Ну, конечно. И потом, ну, стали разрешать песни, и это круто. Да. Мне тоже нравится тренироваться, сидеть, музыка играть. Прикольно. Да. Выбор гораздо больше. Ну что, вторая тема, это... Календарь. То, как теннисисты, фигуристы выбирают себе соревнования, в которых участвовать. Прошу вас, Дарья. Ну что, ну, календарь, на самом деле, зависит от твоего рейтинга, от твоей позиции. Если ты стоишь в рейтинге высоко, то, в принципе, вам календарь с командой выбирать достаточно просто. Плюс со следующего года у нас эта шикарная структура, которую нам предоставили, где ты просто даже уже не можешь выбирать, что играть. Но тебя, по сути, все решили, потому что ты просто не можешь играть в турниры. Если ты топ-30, ты не сможешь играть в турниры категории не 500. Практически, там, ни в каких случаях. Вот. Ну, до этого момента всегда, там, если есть выбор в календаре, особенно до ковида он был больше, потом, понятно, у нас весь календарь вообще перемешался и очень стал странный. Ну что, просто садитесь с командой, смотрите. В основном, раньше всегда было, что календарь структурирован по зонам, по странам. То есть, сезон начался в Австралии. И ты летел в Австралию и смотрел, там, по рейтингу плюс-минус, куда ты попадаешь. Или, допустим, если тебя куда-то пригласили, там, на какой-то турнир. То есть, например, ты всегда выбирал, там, Брисбон или Окленд первую неделю, вторую неделю, там, Сидней или Хобарт. И третья неделя всегда был Нельбурн. То есть, там, на самом деле, было очень просто. Ты просто смотрел, куда попадаешь и выбирал этот турнир. Затем, там, шла уже серия арабская. То есть, Доха-Дубай. Или тогда, по-моему, еще Питер тогда был. Ну, то есть, по сути, ты просто, вы с командой садились и выбирали, куда ты попадаешь по рейтингу. И, или куда там лучше поехать чисто по геолокации турниров, чтобы, там, минимизировать путешествия. И, как я говорю, если у тебя высокий рейтинг, и ты знаешь, там, потому что если ты в топ-30 стоишь, ну, топ-25, то ты попадаешь, в принципе, на все турниры. И ты просто выбираешь, куда тебе удобнее поехать. Или, может быть, где-то ты, там, выберешь не пятьсотку сильную, а там, 250, чтобы начать серию турниров, там, с менее сильного турнира. Вот. И все было достаточно просто. Вот. Намного сложнее, вот, игрокам, которые стоят за 50, когда ты там уже на некоторые турниры на грани попадаешь, на некоторые не попадаешь. И там уже, конечно, с этим намного сложнее. И игрокам, которые еще ниже в рейтинге, там уже нужно включать турниры ITF, там, челленджеры, 125-ки. И там уже логистика, она намного, ну, я бы сказала, она похуже, да. Вот. И, ну, это реально сложно. То есть, когда у тебя, ну, возможности в плане рейтинга ниже, там уже нужно прям очень умно составлять календарь, нужно прям смотреть, оставить там какие-то, то есть оставить календарь по своим задачам, по каким-то конкретным целям. Когда ты стоишь, ну, высоко, то тебе даже не нужно, в принципе, об этом практически думать, потому что где-то тебя ограничивают правила, где-то ты вообще думаешь такой, ну, и выбора-то прям, чтобы такого большого нету, только вот сюда поехать. Ну, вот, поэтому, вот, для кого-то это достаточно просто календарь, ну, как обычно. Чем ты ниже в рейтинге, тем для тебя все сложнее. Вот, теннис – это не исключение. А сколько, ну, в среднем турниром в году? У тебя самое большое количество, сколько ты играла? Ну, я играю до 30 турниров, получается. Даже вот этот сезон я играю практически, ну, я достаточно много играю. Сейчас скажу, сколько турниров я в этом году уже сыграла. На данный момент 21 турнир, и еще вот три турнира у меня минимум, ну, то есть 24. Ну, в среднем больше 30, практически никто не играет, даже больше, там, вот, в среднем 25 турниров у всех выходит, плюс-минус. Это игроки топ-50, игроки, которые ниже, им нужно дополнительно еще играть, такие челленджеры, и поэтому у них получается побольше. А у вас? А у нас? Ну, у вас соревнований намного меньше, и практически нету выбора, в одну неделю у вас нету выбора соревнований. Да, у нас можно выбрать в полгода. У вас тоже есть рейтинг? Да, рейтинг есть, но он играет не такое большое значение, как в теннисе. Наташа не знала, вот, до недавнего момента, что у них фигурные коты, они тоже есть сейные игроки, как у нас. Да, и реально. Игроки, блин. Ну, я не знала, у нас, как бы, ну, типа, есть сейные, но я никогда вообще не придавала этому значения. У нас просто вот это все, там, рейтинг, вот это. Ну, то есть, ну, окей, важно какой-то в рейтинге, но, типа, это не так, что, знаешь, все постоянно следят. Во-первых, он у нас меняется реже, чем у вас. А во-вторых, реальный... Как часто, кстати. Да хер знает. Ну, не каждую неделю. Не-не-не, ну, там я не знаю, после крупных турниров. Вот, ну, и, короче, да, у нас рейтинг не настолько важен, как в теннисе, поэтому, да. А соревнования у нас, все начинается, на самом деле, во всех странах, вот, в конце августа, где-то в начале сентября у всех проходят контрольные прокаты, так называемые. Ну, когда у тебя еще программы очень сыры, то есть, у кого-то даже, я не знаю, они, там, не полностью готовы, но, в общем, мы все, там, собираемся, да, там, приходят с федерации, судьи, там, просто люди, зрители. То есть, это открытый прокат, есть закрытые прокаты, когда только федерация и судьи, а есть открытые, это прям, типа, ну, там, на большой арене какой-нибудь, если она есть. И ты катаешь, типа, короткую, произвольную. К ним всегда мы готовились реально как к соревнованиям. Иногда, иногда спортсмены катают, знаешь, не целиком, допустим, там, пропускают какой-то элемент или что-то. Но, в целом, почти все катают, ну, целиком, там, свою программу. Иногда, ну, понятно, что она еще грязная, там, какие-то ошибки, но это чисто для того, чтобы показать, какие у тебя новые программы, потому что до этого никто, там, не знает, что ты будешь катать. Себя показать. Себя, да, себя показать, на других посмотреть, посмотреть, кто какие элементы в этом году делает, у кого чего прикольного. Вот, но, ну, все равно, эмоционально это как соревнование, хотя это просто как показательное выступление. После показательных, значит, почти у всех, там, кто в сборной, кто не в сборной, едут, там, на разные челленджеры. Как у нас челленджеры. Да, это, типа, такое первое соревнование, где ты чисто, ну, ты потому что уже 3-4 месяца не выступал, и, ну, чтобы чисто вспомнить это ощущение соревнования, чтобы попробовать себя, то есть, там, обычно, маленькие катки, там, немного зрителей, но чисто такое небольшое соревнование. Вот все едут, там, там вот есть несколько вариантов, куда поехать. Ну, и все едут туда, короче. Потом, то есть, я не говорю сейчас про юниоров, у них чуть-чуть другой календарь, он начинается раньше, заканчивается раньше. У взрослых, вот, первый, допустим, гран-при, я не помню, конец сентября, начало октября, первый гран-при. Вот, и если вот ты спортсмен там высокого уровня, тебе чаще всего, ну, дают два гран-при. А могут один дать? Могут дать один, если, не, реально, да, то есть, ну, то есть, бывает так, смотри, что, допустим, в какой стране проходит гран-при, там дают, да, то есть, три участника могут участвовать из этой страны, если они имеются, вот, и, то есть, там каких-то два сильных, грубо говоря, а одному могут какому-нибудь просто, ну, который там четвертый, пятый, да, ему могут разрешить выступить вот на одном гран-при. Карту дать в основу. Да, типа того, но он, типа, не борется для того, чтобы выйти в финал, потому что выйти в финал нужно поучаствовать в двух гран-при, их всего шесть. То есть, каждому из сильнейших даются по два гран-при, там, там очень сложная система вот этих вот баллов, типа, как они считают, кто проходит финал. Но, в общем, осенью идут вот эти именно серии гран-при, и вот ты, допустим, выступила в двух, и отобрался финал. У тебя, там, в декабре финал гран-при, то есть, получается, там, четвертое соревнование, да, там, первый челленджер и три гран-при. Если ты не отобрался в финал, ты едешь вместо этого финала опять на какой-то челленджер. Ну, чисто, чтобы, там, набирать очки и не терять вот этот вот соревновательный опыт. И в конце года, там, в декабре, в Америке, кстати, в начале января проходит чемпионат страны. Это, ну, это, считай, такой самый важный, на самом деле, турнир, потому что от него зависит то, отобрался ты на чемпионат мира Европы, там, или Олимпийские игры, или нет. Вот, это, получается, пятый турнир, ну, в среднем. И потом, если ты отобрался, там, на эти чемпионаты, идет чемпионат Европы, чемпионат мира, и, если это Олимпийский год, Олимпийские игры. Сейчас мне на газотеку, блядь. Ну, и, то есть, получается, что между соревнованиями всегда достаточно большие перерывы. То есть, бывает два гран-при подряд, два гран-при подряд. То есть, ты одну неделю выступил, и, по-моему, я вот не помню, там, типа, да, сразу на следующей неделе ты можешь полететь в другую страну, на другой гран-при. У меня было такое, кстати, один раз точно, не два раза было. Но мне понравилось, на самом деле, потому что ты такой на одних выступил, сразу еще такой, не вышел из формы, сразу на второе. Вот. Но в целом всегда, типа, там, я не знаю, достаточно большие перерывы, несколько недель или месяц, там, у тебя есть между соревнованиями. То есть, мы, да, мы не выбираем календарь, то есть, мы можем выбрать какие-то челленджеры, но если ты отобрался, там, сборную, то ты едешь, там, на Европу, мир. Короче, никто ничего не выбирает, нигде. Да, ну, реально, чисто просто, не такой большой выбор. Но ты также можешь, если ты чокнутый, допустим, поехать на челленджер, потом откатать, там, два гран-при, поехать на еще один челленджер, если тебе очень хочется, там, поехать на финал. Это рублев. Ну, да, то есть, у нас были такие спортсмены, причем, ну, даже в сборной, по-моему, которые просто херачили, там, подряд, вот, там, какой-то гран-при, там, челленджер, 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 там, потом еще что-то. Вот, но в целом, нет, ну, вот максимально я катала, по-моему, 9 соревнований за сезон. Это был олимпийский сезон, причем. Много. Ну, а в каждом соревновании надо максимально, как бы, подготовиться. Да, ментально, то есть, ты, окей, не так часто выступаешь, и ты, там, выступаешь два дня, три-пять минут, но на эти три-пять минут ты должен сфокусироваться. Просто максимально, потому что у тебя вообще нету права не на, не то, что на ошибку, но по марку. Да. Вот так. У нас не выбирают, куда я, у нас ты будешь счастлив, просто если тебе предложат поехать на гран-при или чемпионат мира. Вот так. Долгий спич. Так. Третья тема. Команда. Команда. Как выбирают команду вообще в теннисе и фигурном катании? Ну, теннис – это, кстати, один из тех видов спорта, где игрок себя окружает. То есть, может выбрать, сейчас сам решить, какое у него будет окружение. Начиная там от тренера, тренер по теннису, по фитнесу, нутрициолог, тренер, может вообще быть по каждому удару, если ты захочешь. Ну, это вообще уже бред. Психолог, нутрициолог, агент, еще там, на самом деле, игрок себя может окружить просто невероятным количеством специалистов. Вот, если он может себе это позволить, если у него есть желание. Вот. Ну, такая базовая команда игрока – это вот игрок, фитнес-тренер, ой, тренер по теннису, фитнес-тренер. И если у него еще есть дополнительное лаве, это физиотерапевт, это вот команда, с которой обычно, вот, ну, я бы сказала, игрок у мужчин топ-50, у женщин топ-30 может себе позволить путешествовать. Это база. Ну, так, типа база, да. Вот. И почти у всех есть агент, но агента, как бы, ты не нанимаешь, в теннисе ты ему не платишь зарплату. Ну, там, за исключением, бывает исключение у некоторых спортсменов. Вот. Но в целом у нас такая структура, что ты работаешь с агентом, чаще всего этот агент уже работает в каком-то агентстве. Вот. И ты платишь комиссию с того, что тебе агент принесет, какой-то там контракт, какой-то дел, и с него ты платишь процент. Что, в принципе, очень честно, я считаю, то есть, получается, что агент, ну, получает за проделанную свою работу. Вот. Я знаю, что у вас по-другому это. Вот, ну, сейчас расскажу. Ну, в целом, вот, игрок в теннисе, у него есть такая возможность выбирать, кем себя окружить. Вот. И все договариваются, естественно, по зарплате, по тому, сколько кто может ездить в год. То есть, условия у всех абсолютно могут быть разные, в зависимости от того, откуда там тренер, физиотерапевт, все такое, где они живут, и там есть у них семья или нет. И от этого всего очень зависят условия, на которых вы там продолжите свое сотрудничество. Вот. Это сложно. Тут обычно в эти, как сказать, в процесс договаривания ступает агент, чтобы это все упростить. Иногда это все не упрощается. Вот. Но, в целом, да, это такая не чисто спортивная сторона вопроса, но тоже очень важная. Фигурно по-другому. То есть, у вас в теннисе игрок выбирает себе команду. И платит зарплату всем. И платит всем. И платит всем. Бонусы. То есть... Да все, короче, оплачивает жизнь. На полном обеспечении. Фигурно катание по-другому, потому что, во-первых, чаще не фигурист выбирает себе команду, а команда выбирает себе фигуриста. Ну, на самом деле, типа, тренер там... Как в футболе. Наверное, да. То есть... Ну, конечно, они-то несравнимы, но... Ну, команду выбирает игрока. Ну, да. Ну, типа, обычно там, когда ты еще ребенок, тренер, да, такой говорит, там, типа, классный ребенок, вот я его себе возьму. Ну, и типа, даже потом, когда ты уже более взрослый, может быть так, что... У вас там, не знаю, с тренером не складывается, ты решаешь менять тренера. То есть ты... Если у тебя есть кто-то на примете, и ты приходишь, говоришь, типа, я бы очень хотел там у вас кататься, пожалуйста, пожалуйста. И тренер, ну, типа, либо соглашается, либо такой, извини, ты мне не нужен, друг. Чао. Ну, и типа, ну, зачастую, то есть ты приходишь в команду к какому-то тренеру, и... Ну, это в больших странах у этого тренера, допустим, там есть массажист, врач, группа, тренер по ФП, то есть это все уже прилагается к тренеру. То есть в маленьких странах тоже чуть-чуть по-другому, потому что там, ну, у тебя нету в команде массажиста, врача, там, и я уже не говорю про диетолога или так далее. То есть это ты уже там сам, если тебе нужно отдельно. То есть есть тренер по фигурному катанию, и в маленьких странах этот же тренер по фигурному катанию, он тренер по ФП. То есть там нету разных. А в больших странах, окей, там, да, в больших командах есть тренер по фигурному, есть тренер по ФП, есть, ну, часто как бы массажист. Короче, ты этого не выбираешь. Ну, и вообще в целом отношения в команде фигурного катания и в теннисе, они абсолютно по-разному складываются, вот я заметила. Потому что в фигурном, то есть у нас прямо супер рабочие отношения. Ты приходишь на каток, встречаешь там, допустим, тренера своего на катке, вы работаете, и ты уходишь. Все, ты его не видишь. Даже у вас могут быть, типа, офигенно классные отношения. Вот, типа, мой тренер, вообще мой лучший тренер в жизни, Влад Жавнирский, это лучший тренер, который у меня когда-либо был. У нас очень крутые отношения. Ну, типа, мы виделись на катке, и все, потом, типа, я уходила, и мы не виделись там. Потому что здесь турнировый код, а у нас это 5, мы все время ездим. Ну, подожди, да, и даже на соревнования, допустим, в аэропорт каждый едет сам по себе. Ну, окей, бывают, знаете, там случаи, когда, ну, нету денег на такси там или что-то, или ранний выезд, и вот от катка иногда делают шаттл, чтобы те, кто не может доехать, типа, сам, может, ну, на шаттле и там поехать в аэропорт. Такое у нас было иногда. Но в целом, типа, каждый приезжает сам, мы приезжаем, прилетаем на место, там едем в аэропорт, все, мы разошлись. В день тренировки мы видим тебя уже на катке, то есть мы там каждый сам по себе, даже с партнером иногда каждый сам по себе едем на каток, мы встречаемся все там, работаем, типа, все, пока-пока, каждый идет по своим делам. Ну, типа, завтрак, обед, ужин. Ну, очень редко, когда на соревнованиях, во-первых, мы пересекались, тренера иногда живут даже в другом отеле, ну, даже с Саней, вот мы редко очень пересекались там на завтраке, допустим. Обед, ужин тоже, типа, ну, кто как хочет. Ну, короче, да, мы чисто такие супер рабочие отношения, мы видимся на катке, разъезжаемся, все, пока, привет. А у нас как семья. В теннисе все, да, по-другому. Они, типа, постоянно вместе вообще там завтраки, обеды, ужины, перелеты, переезды, выходные. Ну, типа, мне кажется, вот человек, допустим, у которого есть семья какая-то, там, да, теннисист, допустим, у него и жена, там, дети, они дома где-то, то команда, там, тренер или, там, не знаю, физио, с кем он ездит, она ему роднее, чем жена и дети. Не, реально. Ну, да, потому что мы постоянно в отъездах, ну, вот такая вот реальность. Подожди, почисти там чуть-чуть. Ну, а как нам, что? Да нет, это я просто говорю, ну, типа, абсолютно разные, ну, отношения в команде. Так, да, теннисист выбирает себе семью. Вот такая вот фигня. Пишите в комментариях по описанию, какой бы вам больше подошел вид спорта. Ну, да, или вы можете, там, вот эти три пункта и сказать, какой пункт вам больше нравится. Или не нравится. Или не нравится. Да, пишите. Вот. Ну, и, конечно же, подписывайтесь. Лайки. Лайк, сабскрайбы. Шеры. Да, распространяйте канал. Друзья. Спасибо, что посмотрели этот прекрасный выпуск. Чуть-чуть у нас джет-леговный такой. Мы еще чуть-чуть аппетируемся. Мы по-это, мы по-русски, потому что башка не соображает. Да, по-английски. Ну, вообще, что вы бы ничего не... Я думаю, по-русски-то ничего не поймете. Вот так. Вот, мы Гавайи. Мы на Гавайях, друзья. Мы на Гавайях. С текилой. Да. Все. Пока. Всем пока. Подписки. Подписки. Субтитры сделал DimaTorzok